Музей под открытым небом начал свою историю в 2008 году. Тогда были посажены первые экспонаты – эвкалипты. Коллекция стала не только расти в прямом смысле слова, но и пополняться. Появились кипарисы, можжевельники, яблони, груши, гранаты. Всем этим деревьям дали жизнь герои Великой Отечественной войны. 12 мая 2010 года кипарис вот там есть. Это второе дерево. С удовольствием помню ту дату. Чтобы все любили всю природу. Это самое главное. Когда будешь любить природу, будет всё в руках своих. Уже дважды в книгу памяти будет занесено имя одного из освободителей Праги. Капитан Павел Зубенко решил вновь оставить память о себе. В новом плодовом саду он посадил грушу сорта «Берибоск». Все деревья живы, здоровы и достаточно благоприятно развиваются. Но в основном среди этих деревьев мы высаживали декоративные деревья. И только в один год это было две яблони и груша. Следующее поколение лет 60 должно нас запомнить. И нас, и ветеранов, всех, кто сажал, потому что мы оставляем это в книге памяти. Возле каждого саженца яблони, груши, сливы, персика и вишни установили именную табличку. Теперь это живые памятники, которые сохранят память о подвигах героев родного города и края. Такая акция, отмечают организаторы, способствует развитию патриотизма. Ведь юнаты смогли во время этой встречи узнать из первых уст подробности военных действий и сказать ветеранам спасибо за мирное небо над головой. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.